Всем привет, с вами Ульяна. Раз уж мы живем в век цифровых технологий, почему бы не использовать их не только для работы и развлечений, но и для детского развития? Сейчас существует множество гаджетов, которые помогают родителям облегчить их задачи и заинтересовать ребенка в обучении. Сегодня я покажу вам робота, который не только учит детей рисовать, но и писать, считать и решать простые математические задачи. И все это он делает на украинском языке. Это интерактивный обучающий робот-художник Квинси. Ребенок влюбится в это чудо с первого взгляда. Ярко-бирюзовый цвет, необычный футуристический дизайн, который напоминает собой героев мультфильмов студии Pixar, в частности, корпорации Монстров. Подсветка большого глаза, выступающего в роли камеры, и основных элементов управления, лишь еще больше погружает в атмосферу мира будущего. Особенности строения и выемка для рук робота создают впечатление, что Квинси постоянно улыбается. А какой милый у него голос! Вся озвучка сделана на украинском языке. Как я уже сказала, это обучающий робот, а не обычная игрушка. Он пишет, рисует, показывает и объясняет все свои действия. Включаем Квинси с помощью прокрутки регулятора громкости на задней части. Вставляем идущий в комплекте фломастер в специальное отверстие в руках. И вперед! Ребенку на помощь придут специальные карточки с QR-кодом, которые надо показывать Квинси для старта заданий. В глаз встроена камера, которая и распознает код. На выбор есть четыре типа карточек. 24 с уроками рисования четырех уровней сложности, разделенных по темам. Фрукты, предметы в комнате, предметы во дворе и животные в зоопарке. Квинси будет поэтапно рисовать изображенное на картинке, поясняя при этом все детали и элементы, используемые в рисунке. Теперь додамо скибочку лимона. Намалюй півколо сбоку, поруч и с лимоном. Лимон выглядит просто чудово! Повертаемось до нашей скибочки. Прямые линии должны встретиться посередине скибочки лимона. С рисованием простых предметов он точно справляется. А давайте-ка посмотрим, как он нарисует что-нибудь посложнее. А Квинси! Супер! Давай навчимося малювати зебру. Почнемо з малювання літери С, яка наче лежить на боці. В кінці довгої прямої лінії зроби плавний поворот праворуч. Та спрямуй лінію вниз по діагоналі. Тепер намалюємо грибу. Починаючи з нижнього кінця прямої лінії у правій частині, Намалюй хвилясту лінію до верху голови зебры. Тепер почнемо малювати ноги. Повторив форму задньої ноги за допомогою вигнутих та прямих ліній. Тепер нарешті давай намалюємо нашій зебрі кілька смужок. Далі нам доступні 34 карточки з буквами і апостерфом, які допомогут ребёнку навчиться правильно писати названня предметів, доступних в заданнях. Як тільки ребёнок закончив з рисованням, Квинці предложить написати названня предмета з картинки, Іспользуя при цьому карточки українського алфавита і обучає правильному написанню. Давай разом напишемо це слово. Чи знаєш ти з яких літер воно складається? Візьми картки за беткою, знайди літеру П, так проскануй її. В наборі також є 4 математичні карточки з задачами і історіями. Вовремя того, як Квинці буде рисувати зображення к задачам, він буде розказувати інтересні моменти о нарісованних предметах, їх свойствах і історичні факти. Хто там сидить на гілці? А, це мила білочка з горіхом. Цікавий факт. Білки відмінно плавають, але при цьому тримають хвіст на поверхні води, щоб він не намокав. На зиму білочки запасають горіхи, які ховають у дуплах дерев або закопують у землю. Часом вони забувають, де ховали закопані горіхи, і завдяки цьому виростають нові дерева. Между історіями робот буде задавати дитинку различні питання на счет. В математичних задачах нам понадобиться последний тип карточек с цифрами. Іх у нас, естественно, 10. Для того, щоб дати відповідь, рібінку потрібно показати Квинсі карточку с цифрой, і він скажет, правильний він чи не. От одного заряда батареї Квинсі проработає около 270 минут, а зарядити його можна с помощью ідущого в комплекте USB-кабеля. Інтерактивний обучаючий робот-художник Квинсі – замечательний помощник в обучении 2-ток от 3-х лет. С його помощью намного проще приведуть детям любовь к новым знаниям, обучению, рисованию, развивати мелкую моторику, концентрацію внимания, обучая при этом основам письма і счета. Квинсі – прекрасний, яркий друг в такой милой футуристической оболочці. Ссылочку на него вы можете найти в описании. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. С вами была Ульяна. Всем пока!